Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Стелла трудовой доблести в Рязани увековечит почетное звание. За чистый воздух одного из тех, кто загрязняет атмосферу, вычислила Межрайонная природоохранная прокуратура. Читатели-альтруисты. Сегодня день книгодарения. В Рязани появится Стелла «Город трудовой доблести». Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков. Художественный совет города решил установить монумент уже в этом году. В сквере на улице Вокзальной у железнодорожного вокзала «Рязань-2». Проект разработан скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем. На Стелле будут запечатлены подвиги тыловиков в годы Великой Отечественной войны, трудовой подвиг тракторной бригады Дарьи Гармаш, добровольцев, ушедших на фронт, работников предприятий и врачей военного госпиталя. В прошлом году Народная инициатива о присвоении Рязани звания «Город трудовой доблести» собрала более 85 тысяч подписей. В сентябре ее поддержал Владимир Путин. В Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре установили одного из виновников так называемых выбросов в атмосферу. Пока что конкретно предприятия представители надзорного ведомства не называют, но предположить, кто это, мы вполне можем. Прокуратура точно установила организацию, загрязняющую воздух. Вычислили ее в том числе и по обращениям граждан. Территориально предприятие находится в Приокском, в районе улицы Прижелезнодорожной. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. В частности, предприятием не организованы мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. Не организован производственный экологический контроль. С целью устранения данных нарушений прокурор обратился в суд. Суд встал на сторону прокуратуры. Пока что назвать его конкретно облюстители закона не торопятся. Мол, у руководства компании еще есть шанс все исправить. И разработать меры по уменьшению этих самых выбросов. А также согласовать их с региональным министерством природопользования. Помимо этого, нужно разработать и утвердить программу производственного экологического контроля для объекта негативного воздействия на окружающую среду второй категории. Устранение нарушений под контролем прокуратуры. Если решение суда не будет исполнено в добровольном порядке, в установленный срок, соответственно, материалы будут переданы, исполнительный лист будет передан в службу судебных приставов исполнителей, соответственно, будет организовано исполнительное производство по принудительному исполнению судебного решения. Срок 4 месяца, начиная с декабря. За неисполнение ответственность вплоть до уголовной. И тогда уже опубличивание названия предприятия. А это уже будет грозить массовыми гражданскими исками. Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор влюбленной парочке, промышлявшей наркотиками. 4 года назад их взяли с поличным с учетом позиции прокурора. Дилеров приговорили к 6,5 годам каждого мужчину строгого, женщину общего режимов. Установлено, что в апреле 2020 года действию в составе организованной группы подсудимые, проживающие совместно, долгое время занимались сбытом наркотических средств. При этом нигде не работали, а преступная деятельность была источником дохода. При попытке сбыть наркотики, полученные в столичном регионе, они были задержаны оперативными службами города Рязани. При этом наркотики были упакованы с заводским способом в железные банки под видом консервов. Кроме того, в квартире по месту их жительства были обнаружены запрещенные вещества в особо крупном размере. У торгового центра «Круиз» до 17 февраля включительно выставка «Продажи икра и рыбы Камчатска». Это партнер информационной программы «День города». Самые свежие и вкусные морепродукты прямиком с Дальнего Востока. Рязанская епархия подписала соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Сам фонд существует с прошлого года и специализируется на адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Предмет подписания соглашения о сотрудничестве по целому ряду вопросов. Например, создание условий по сохранению и восстановлению физического, психического и духовного здоровья, как у ветеранов боевых действий, так и у членов их семей. О духовной поддержке в фонде говорят не случайно. По словам руководителя Ольги Маскаевой, она важна для каждого подопечного фонда. Это возможность получить утешение и укрепление в общении со священником. Потому что маме, потому что вдове важно выговориться, важно рассказать о подвиге своего героя, о том, каким хорошим он был человеком. И здесь вот те самые слова утешения, поддержки, мы видим, что они самые правильные именно из уст православного священника, который находит правильные слова для того, чтобы вернуть жене цель жизни, для того, чтобы вернуть маме смысл ее дальнейшей жизни, когда погиб сын. Мы также с православными священниками выезжаем к нашим вдовам на дом, потому что бывает, что женщина проживает далеко, и у нее маленькие дети, и она потеряла надежду, она потеряла порой даже веру. И вот эти встречи, они возвращают в ней ту самую веру и цель в жизни, которая поможет ей дальше идти по жизни и воспитывать своих детей в новых уже условиях. Сам фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в получении ветеранами СВО и семьями погибших бойцов всех полагающихся мер поддержки, таких как медицинская и социальная реабилитация, психологическая и иная помощь. Теперь многие усилия и начинания будут осуществляться учреждением во взаимодействии с духовенством. Соглашение предусматривает не только Рязанскую сторону, но и Скопинскую и Касимовскую епархию. Здесь и ранее уже вели работу в подобном направлении, начиная от консультации для мобилизованных и членов их семей, бесплатных спектаклей и экскурсий, и заканчивая сбором и отправкой гуманитарных грузов. Прихожане епархии плетут маскировочные сети, формируют продуктовый набор и всячески помогают бойцам на передовой. Мы приобретаем то, что нужно для того, чтобы бойц был согрет, одет, чтобы им было где было холодно, чтобы он не заболел, какие-то лекарства. Собственно, стараемся приобретать то, что требуется для выживания человека. Люди жертвуют деньги и, слава богу, мы всегда стараемся открепляться на все просьбы, которые касаются наших войн. Впереди как взаимодействие в уже налаженных форматах работы, так и разработка и реализация совместных программ и проектов. Планируется также совместное содействие государственным органам и общественным организациям в осуществлении соцполитики, которая направлена на то, чтобы расширить программы по поддержке ветеранов СВО и членов их семей. Такое сотрудничество позволит объединить существующие и планируемые добрые традиции и сделать доступными все виды помощи, от социальной до духовной, для каждого, кто в ней нуждается. 14 февраля – Международный день книгодарения. Его отмечают более чем в 40 странах мира. В России книголюбов-альтруистов тоже предостаточно. Вот в Рязани акцию впервые провели 12 лет назад. Инициатором выступила Рязанская областная детская библиотека. Как и сегодня. Там прячется клубника душистая и слелая, срывая, пока не съела я. А я себе в саду пойду еще найду. Вот такая ягодка. А скажите, какая у вас ягода любимая? Смотри, клубника. Сегодня на празднике книгодарения Ирина Иванникова презентует свою новую книгу. За плечами детской писательницы уже есть десяток изданных произведений. Каждая в стихах. Слагать Ирина Иванникова научилась еще лет 8. К дню книгодарения Рязанская областная библиотека привлекла внимание рязанцев еще 12 лет назад. С тех пор акция стала ежегодной. Программа всегда разная, но цель мероприятия неизменна. Напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком. Мои любимые книги. Клобедии про динозавров. Я небольшой фанат динозавров. Как бы планирую еще читать про наш окружающий мир. Наш же окружающий мир полон загадок и он очень интересен для всего мира. Советую вам читать книги про животных, про растения и про все, что есть на нашей планете. А еще маленькие книголюбы сделали свои собственные книжные закладки и приняли участие в беспроигрышной лотерее. Вообще, несмотря на многообразие современных авторов, многие из гостей праздника – поклонники именно классической детской литературы. Я люблю читать. Вот недавно я прочитала книжку «Буратино», а сейчас дочитываю «Чебурашку», потом планирую читать мой «Дадыр». Мои любимые книги – это больше как-то история про Египет, про Древнюю Грецию. А еще увлекаюсь археологией, планиентологией. Мой любимый писатель – это Корней Иванович Чуковский, также Пушкин и Есенин. В этом году Рязанская областная детская библиотека вновь присоединилась к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Добрая инициатива за 8 лет успела объединить более 80 регионов нашей страны. Книги мы любим в подарок принимать, но мы сейчас собираем книги для сельской библиотеки Сопашковского района. И я очень рада, что рязанские школы, детские сады, рязанские предприятия, и театры, и музеи откликнулись и принесли нам много интересных новых книг. Собрать удалось уже порядка 500 книг. Поучаствовать в акции может любой желающий. Принести новые издания, а также книги просто в хорошем состоянии в Рязанскую детскую библиотеку можно до 18 февраля включительно. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Вкусная свежая рыба, которую привезли прямиком с Дальнего Востока к рязанским застольям. Впереди снова череда праздников, а это значит, что икра и рыба Камчатская придутся к месту. Возле торгового центра «Круиз» продолжает работу выставка-продажа до 17 февраля включительно. Сегодня день всех влюбленных, но ужин в кафе банальность. Хочется душевно-романтичный вечер наедине, вдали от всех. А еще хочется приятно удивить вторую половинку вкусным, изысканным столом. Без сложных блюд, но с очень вкусными закусками. На выручку придет красная рыба, бутерброды с чавычей или нарезка из палтуса. Тарталетки с рассыпчатой красной икрой или салат с добавлением копченой на ольхе белорыбецы. Ассортимент выставки «Икра и рыба Камчатская» позволяет полностью подготовить стол к любому празднику. «Я люблю всякую. За все люблю. Что она вкусная, что она полезная. Взяла вот икры и вот это филе копченое. Да просто так. До следующей пенсии». Впереди еще и 23 февраля и 8 марта. Любимые в нашей стране мужской и женский день. Рабочие или выходные с семьей и друзьями, закуски из дальневосточных деликатесов всюду придутся к месту и станут изюминкой стола. Да и на каждый день эта продукция подходит, особенно тем, кто следит за своим здоровьем в сезон зимних простуд. Уже покупали когда-нибудь здесь рыбку? Да, покупали. А расскажите, какие впечатления остались от продукции? Ну, вкусная рыбка, что ты дашь? Очень вкусная. И красненькая, и беленькая, все понравилось. А за что морепродукты любите вообще? За что полезно, а не учение. 35 видов рыбы горячего и холодного копчения, слабого посола, а также красная икра прямиком с Дальнего Востока. Возле торгового центра «Круиз» до 17 февраля включительно ждет рязанцев. Выставка продажи икра и рыбы «Камчатская». Лучшие морепродукты к столу рязанцев. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Это свершилось! Камчатские делегатесы в Рязани. Цены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 12 по 17 февраля у входа в ТЦ «Куиз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова